В марте строительство проектно-конструкторского технологического бюро Савалмаш подошло к новому рубежу – заливке бетоном пола первого этажа. Строители начали подготовку к этому процессу. Они изолировали складскую часть этажа от производственной и закрыли все оконные и дверные проемы. Затем начали прогревать грунт. После чего строители установят специальный утеплитель, арматурную сетку и начнут заливку бетона. Продолжился монтаж внешней облицовки окон, дверей и кровли. Проводилась противопожарная обработка металлокаркаса. Большая часть здания уже обрела законченный вид. На антресолях второго этажа начали монтировать каркас для межстеновых перегородок. Строители провели земельные работы, чтобы обеспечить доступ к силовым кабелям для их выноса с территории ПКТБ. Это нужно, чтобы избежать сервитута на совместное использование инженерных коммуникаций. 21 марта специалисты лаборатории Савелмаш начали проверять здание ПКТБ на отсутствие теплопотерь. С помощью тепловизора они провели экспертизу стен, каркаса и кровли складской части. Подобные замеры будут проводиться периодически для проверки утечки теплого воздуха в режиме динамики. Контроль качества строительных работ – это один из приоритетов в работе компании, которая стремится к тому, чтобы здание отвечало всем предъявляемым к нему требованиям. 23 марта строительную площадку Савелмаш посетили представители руководства особой экономической зоны Технополис Москва, в том числе генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев. Для делегации провели обзорную экскурсию по строящемуся объекту и продемонстрировали результаты работы по возведению ПКТБ. По итогам встречи работу компании Савелмаш в сравнении с другими резидентами ОЭЗ оценили достаточно высоко. В начале марта стройплощадку посетил заместитель главного редактора Зеленоградской газеты 41 Иван Лазаревич. Он пообщался с руководителем пресс-центра Савелмаш Александром Сударевым и подготовил материал для публикации. 18 марта в газете 41 вышла статья «Импортозамещение в действии». В статье рассказывается о ходе строительства по КТБ и подчеркивается уникальность здания. Особенно отмечено, что компания Савелмаш готова полностью отказаться от импорта и все необходимое для себя производить самостоятельно. В марте специалисты Савелмаш продолжили совершенствовать разработки компании. Одна из них – это технологическое оборудование для втягивания базовой изоляции встраиваемого электродвигателя с применением технологии совмещенных обмоток «Славянка». Помимо этого, специалисты Савелмаш отработали технологию вакуумного лития алюминия под давлением. Производилась отливка короткозамкнутых роторов встраиваемых двигателей, предназначенной для бытовой техники и ручного электроинструмента, в том числе для углишлифовальных машин. Благодаря применяемой в Савелмаш технологии отливки удалось получить высококачественные изделия, не содержащие оксидных включений. Партнер компании Савелмаш, руководитель компании АСПП ВХ Виктор Арестов запустил в Китай серийное производство новых моделей электродвигателей с совмещенными обмотками. Модель DA95S – это замена выпускавшимся ранее моторам DA100S и DA100SL. Новый четырехполюсный двигатель меньше по размеру и весу, чем его предшественник. При этом КПДИ скорость у него выше. Он будет использоваться на мотоциклах со скоростями 110-120 км в час и на автомобилях, где требуется скорость 70-80 км в час. Еще две новые модификации двигателя из технологии «Славянка» – моторы DA80S и DA112S – готовятся к серийному выпуску. Компания Стин отправила комплект на базе двигателя DA90SM в Шри-Ланку. Там он будет установлен на тук-тук вместо двигателя внутреннего сгорания. Помимо мотора в комплекте вентилятор, контроллер, ручка газа, проводка и другие компоненты. Установить его самостоятельно сможет любой владелец транспортного средства. В подправке комплекта участвовал инвестор проекта двигателя Дуйнова из Шри-Ланки, который сейчас находится в России. Он считает, что массовое использование двигателей со «Славянкой» сделает чище воздух в его стране и решит проблему дорогого топлива. Если наряду с моторами Дуйнова установить на трициклы солнечные батареи, то автомобили будут ездить без зарядки от сети. Еще один шаг вперед в совершенствовании IT-платформы проекта двигателя Дуйнова. Мобильное приложение Solar Group стало доступно в магазинах Google Play и Apple Apps. Ссылки на скачивание под описанием к видео – это первые сторонних сервисов платформы. В мобильном приложении можно узнать новости проекта и компании Solar Group, а также увидеть календарь всех прошедших и предстоящих мероприятий. Сейчас мобильное приложение доступно на русском и английском языках. В будущем пользоваться им можно будет и на других языках. Идет работа над второй версией приложения. Она будет включать полноценный функционал работы со счетами и кошельком. Вы сможете пополнять счет, переводить средства и оплачивать инвестиционные пакеты. В личном кабинете появился новый раздел «Методология работы партнеров». Он находится в разделе партнерам вкладки «Обучение». Это обучающий материал, который поможет партнерам Solar Group эффективно продвигать проект и привлекать в него финансирование. Раздел уже содержит 8 глав и будет в дальнейшем пополняться полезной для партнеров практической информацией.